Переговоры относительно утверждения нового кабинета министров вышли на финишную прямую. Однако эта дистанция для участников процесса оказалась самой сложной. Сегодня бывшие союзники провели две встречи, в ходе которых обсуждался вопрос разделения должностей. Утром они еще выглядели оптимистично. Представитель Демпартии Валерий Лазар заявил, что соглашение о создании новой правящей коалиции будет подписано на днях, несмотря на повышенные тона в переговорном процессе. Либерал-демократы заявили, что участники переговоров уже коснулись деликатных вопросов. После нескольких часов перерыва участники переговорного процесса встретились вновь. Однако настроение их кардинально изменилось. Политики выглядели раздраженными, стечески пытаясь оградить себя от общения с прессой. Либерал-демократ Вадим Пестренчук лишь дал понять, что переговоры зашли в тупик. Демократ Валерий Лазар, который к вечеру уже не выглядел столь оптимистично, также пытался ускользнуть от вопросов журналистов. Тем не менее, ему пришлось признать, что переговоры коснулись сложных вопросов. Мы не желаем использовать и нарушить блокирование. Если они видим такие вещи, то мы не dramatизуем. Это не просто, но мы, в целом, мы будем идти к прессе. Вы знаете, вы же хотите, чтобы не было? Вы, вы, вы решите, вы, вы хотите. Вы, вы видите, вы, вы хотите, вы, вы, вы хотите, вы, 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 вы... Переговоры об утверждении нового правительства зашли в тупик, когда вопрос коснулся разделения таможенной службы, налоговой инспекции и центра антикоррупции. Горячая борьба развернулась главным образом вокруг прокуратуры. После восьмого раунда переговора участники процесса объявили перерыв на неопределенный срок. Напомним, что в Кишиневе с визитом находятся два европарламентария, которые предпримут последнюю попытку спасения разрозненного альянса. Продолжение следует...